всех приветствую друзья и все зрители которые смотрят мой канал и все которые пришли первый раз удачи вам и хорошего настроения при просмотре сегодня прочитаю три темы на интересные темы простые такие случаи которые случились с пчеловодами и которые нужны нам для нашего правильного развития и обслуживания наших пчел и так в журнале 59 года номер 11 написано интересные случаи я зачитаю небольшие случаи пчелы на дровяном складе в январе 1959 года луповском леспромхозе лесоруб черемен при распиловке дров заметил в сосновом толстомере при разветвлении основного ствола покрытым инеем литок это уже дрова привезли на распиловку а это не там где в лесу спиливали не уже штабеля сложены были эти бревна их там распиливали день был тихий малооблачный температура воздуха была 4 градуса мороза черемных не занимался пчеловодством и ничего не подозревая распилил электрической пилой дерево и откатил обрезанное бревно при этом он увидел в разрезе гнездо пчел пчел пчелиная семья осталась выше среза сота и с медом и пять основных улочек пчелы оживленно реагировали на свет то есть он бревно распилил снизу а пчела осталась сверху и он увидел снизу соты вот соты в основном и так сейчас даче пчел оживленно реагировали на свет он прикрыл гнездо ватная фуфайка и семья пчел быстро успокоилась соты в основном имели пчелиные ячейки темного цвета это подсказывает что пчелы в дупле жили продолжительное время несколько лет пчелы были мельче обыкновенных и более подвижны что хочу обратить внимание я в своем видео показывал как бороться с клещом то есть пчелы которые делают свои соты они делают мельче чем продается овощина на человодных магазинах интерес представляет и то что сосна перестой была заготовлена осенью 58 года и кроме валки подвергалась обрубки сучьев тащили ее раскреживали на стакаде вкладка в штабеля погрузка в тракторным краном вагоны перевозка на расстоянии 23 километра по железной дороге разруска на складе и после этого лежала около месяца в снегу и только при разделке на дрова была обнаружена сильная семья пчел неповрежденная и не имеющая подмора бревно диаметром около метра благополучно на санках доставили домой отрез дублянки утеплили матами из сена особенно со стороны дна и оставили пчел продолжать зимовку на дворе вот такой интересный случай вот такое и еще интересный случай друзья зачитаю называется опасный случай однажды в жаркий июльский день гражданка не крышевич с двумя девочками шла мимо подвезенной к массиву гречихи пасеки кохоза называется социалистический путь гомельская область это в белоруссии вдруг летевший рой пчел начал свиваться на белую с цветками косынку которая была повязана голова женщины девочки испуганную виден увиденным убежали женщина сорвала косынку и бросила ее думая что пчел останутся на косынке но они продолжали садиться на голову и шею не крошевич начала отбиваться от пчел и сбрасывая с головы и шеи руками что вызвало у нее у них сильное раздражение пчелы начали жалить голову жею и особенно руки женщина попыталась спрятать голову под ветви оказавшейся поблизости сосенки и принялась поливать волосы и шею водой из бутылки взятой из дома пчелы начали свиваться на ветках прикрывавши голову женщины после того как масса пчел появилась на ветках не крошевич ушла от ужалений пчел до локтей у нее сильно болели руки опухоль не прошла и на четвертый день от неменуемой опасности женщину спасло вероятно то что работая на своей пасеке в организме уже выработался иммунитет против пчелиного яда ну что хочу сказать иммунитет то выработался а аккуратно стоять и опыта не 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 имела поэтому в этом случае она пострадала если случится с вами такое состояние вы не дергайтесь пчелы ник летят рой он никогда не кусается практически сколько роев я снимал и все пчеловоды если только вы им как говорится на голову не наступите вот так как она стала их бить давить то пчелы раздразились а так обычно они садятся и спокойно сидят и их можно спокойно струсить на интернете очень много случаев когда пчеловоды на себя высыпают пчел и обсыпанные все и ничего их никто не кусает и так дорогие друзья вот то что я хотел вам сегодня рассказать еще расскажу один случай очень интересный вернее рецепт который нам дает правильное такое развитие пчеловодам и знания обычно пчеловодам приходят и спрашивают а мед от какой болезни а как его можно использовать а мы говорим да он полезны во всех случаях кушайте кушайте здоровья вам вот но не можем дать совета вот здесь в этом пчеловодном журнале описывается называется так мед сочетание с лекарственными растениями это давнишние друзья здоровья также пользуются широкой и заслуженной популярностью сотни писем получены от читателей который интересует вопрос применения меда с тысячелистником бедренцом камнелом кори пешком обыкновенными другими и так небольших тут три рецептика я думаю они вам понравится тысячелистник обыкновенный растение из семейства сложноцветных со стеблем достигающим высоту более 50 сантиметров с двояко перстыми листьями с белыми цветками обладает приятным бальзамическим запахом чай из листьев тысячелистника пьют при геморрое 30 граммов на один литр воды с медом столовую ложку на стакан чая меда столовую ложку ложится на стакан чая и 30 граммов листьев на один литр воды заваривается сок из листьев тысячелистника с медом по три чайной ложки в день принимают для усиления аппетита улучшение обмена веществ при болезнях печени отмечаю что болезнь печени часто у алкоголиков и тех которые зло потребляют употреблением или больные бывают не по своей причине или таблеток очень много печень перерабатывает употребляете то есть вот это годится для тех людей которые ну смысле печень сильно пострадавшая также еще бедринец камнеломка это многолетнее растение семейства зонтичных отвар из корней корневич этого растения в воде один к одному или виде настоя 10 граммов корней на 200 граммов воды с медом столовая ложка меда на стакан отвара то же самое вот принимают по одной столовой ложке 35 раз в день это медовый отвар или настой считается хорошим отхаркивающим средством если у вас кашляете кашляте не можете откашляться то вот эта вещь вам пригодится чай из бедренцы камнеломки с шиповником и медом пьют по два стакана в день против камней мочевого пузыря то есть камни в мочевом пузыре растворяются если пить чай из бедренца с шиповником и медом по два стакана в день бедренец камнеломка произрастает по сухим лугам травянистым склоном лесным опушкам и лесам почти во всей лесной или застемной зонах советского союза на лугах кавказа и крыма ну еще один небольшой рецепт и мы приведем к концу репешок обыкновенный многолетние травянистые растения из семейства розовоцветных шершавоволосистый прямо стоячий стебель достигает 30 90 сантиметров а золотисто-желтые цветки расположены длинными колоссовидными соцветиями чашечки пятираздельно имеет пять лепестков репешок встречается повсюду по кустарникам и сухим склонам советского союза народной медицины он известен как средство обладающие многосторонним лечебными свойствами его применяли при ревматизме вот что интересно кого ревматизм к старости геморрои желудочных и других заболеваний некоторые авторы рекомендуют чай из репешка с медом внутрь три раза в день по небольшой чашке показаниями для применения такого чая с медом является упорный ревматизм кровохоркание расстройство пищеварения это хорошее средство при болезнях печени так как устраняет запоры и слабость кишечника растворяет и выделяет из организма почечный песок обратили внимательно в камнях камни в почках это почечный песок оказывает хороший терапический эффект при рака ракообразных опухолях в общем я думаю это понравится всем потому что последнее время хотя мы и живем уже в развитой как говорят цивилизации но болезни увеличивались раковые болезни и все остальные по каким-то причинам очень сильно увеличились поэтому не будем забывать и будем пользоваться тем чем пользовались наши предки жившие до нас и не особо так сказать полагаться и верить на то что нам рекомендуют дарят от прививка от гриппа и очередь выстроилась перестают верить и как говорится и в бога и все только в медицину и в конечном итоге медицина наживается а мы теряем и средства и здоровья и так до встречи хороших вам так сказать переживаний хорошего настроения хорошей зимовки с пчелами и подписывайтесь ставьте лайки ждем следующего видео и вас также спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! пчелами бэру мало Продолжение следует...